Всем привет, народ! С вами Никитос, и добро пожаловать на новенькую серию прохождения карьеры за Милан в 16-м пессе. Ну что ж, в общем-то сегодня у нас игра против Турина в чемпионате. Как вы знаете, чемпионами нам уже практически стать невозможно, потому что нам нужно надеяться, что во всех оставшихся матчах Ювентус потерпит поражение, а это практически нереально. Ну и первая игра полуфинала против Сент-Этьена на выезде. Ну как-то так. Ну и не будем откладывать дела в долгий ящик, как обычно. Сразу переходим к игре. Первая игра против Турина на выезде. Вот, играем основным составом, потому что мы хотим попасть в Лигу чемпионов напрямую. Вот, а не через квалификационный раунд туда пробиваться. В общем, поехали. Турина, конечно, соперник неплохой. Это не аутсайдер, я бы сказал, такой середнячок. Вот. Ну, в принципе, его обыгрывать можно. Это мы и постараемся сегодня сделать. В общем, поехали. Момент. И... Ой-ой-ой-ой. Вот пропустили их атаку на первых минутах. Это было неприятно. На наше счастье они не забили. Бонавентура. Бонавентура. Опять неприятно. Еще один удар и... Уф. Объятие спас наше ворота. Все правильно. Вынесли мяч. Смотрите-ка, в первые минуты Турина прижал нас к нашим воротам. Вот мы тоже пытаемся что-то сделать. Уис Адриано. Удар 1-0. Ну вот. А мы свой шанс использовали. Уис Адриано. Забивает свой очередной гол в этом сезоне. Но дай бог еще, что называется, не последний. 1-0. Практически своим же первым шансом мы использовали. Использовали. Точнее, это сделал Уис Адриано. Один из наших лучших нападающих в этом сезоне. Отлично он подменяет травмированного Мартиаля. Напомню, что Мартиаля у нас вылетел до конца сезона. Вот. Мартиаля против Мартиаля очень... Ой, господи, я опять его неправильно называю. Говорим грамотно. Марсиаль. Во. Против Марсиаля в этом сезоне очень часто фалили. Уже третью травму он получил за сезон. Очень серьезную. Уис Адриано. Подача. Нет, не получилось. Будет угловой. Хотя бы угловой. Это тоже хорошо. Фонда будет подавать. И неудачно. Геро промахнулся. Тойванин. Броно Перес. Бенаси. Броно Перес. Снова Бенаси. Кука. Неприятно. Выбиваем мяч. Вот так. Все правильно. Уис Суарес. Так, Суарес удар. Ой-ой-ой. Было неплохо. Явно он целился в дальний угол, но не попал. Бывает и так. Удар от ворот. Подельник. Клик. Броно Перес. И назад. Хонда. Удар Хонды парирует вратарь. Это еще не все Хонда добивает головой. 2-0. Айда Хонда. Как он сейчас красиво проспавнился сквозь соперника своего. Вы это видели момент на повторе? Красиво. Красиво проспавнился. И 2-0. Кисуки Хонда тоже забивает. Вот, пожалуйста, 2-0. Отлично. Ну что ж, эта игра у нас более-менее удачная получается. Первый тайм окончен. Мы видим 2-0. Галан на счету из-за Дриана и Кисуки Хонды. Сразу переходим ко второму тайму. Поехали. Ирва. Штефен Де Йонг. Лысо Дриана. Баронета. Опа. Бонавентура. Красавчик. Пас назад. Найджел Де Йонг. Удар Хонды. В перекладину попадает Хонда. Ничего себе был момент. Да, это, конечно, был момент. Падели. Глик. Бруно Перес. Аус в нашу пользу. Что, нет фола? Нету. Отличный шанс. Мы получаем Суарес. Удар Суареса. Рикошет. Рикошет. И все. В этом эпизоде. Это было бы неплохо, если бы удар ему удался. Но они справились. На течение все. Фатсо подхватывает мяч. Проходит. И удар не получается у него. Ван Авентура. Нет. Пинази. Бруно Перес. Ван Авентура. Ван Авентура. Ван Авентура. Все правильно убиваем. Так, ну давайте хотя бы сделаем одну заменку, что ли. Давайте у нас выйдет в Болотеле вместо Суареса. Вот так. Хонда. Удар. Рикошет. И будет угловой. Будет угловой. Хонда пробил и попал своих соперников. Подача. Александр Кокорин в составе Ромы. Я в составе Турина. В смысле. Я совсем забыл, что за них тут бегает Кокорин. Все, наверное. Нет еще? Или все-таки все? Все. Победа за счетом 2-0. Галан и счет Луиса. Луиса. Адриана. И Кисуки Хонды. Но радости, конечно, мало. Потому что мы уже чемпионами не станем. Шансы на чемпионство мы уже потеряли. Это можно было видеть, как расстроились ребята. Несмотря на эту победу, значит, Ювентус набрал очки. И нам его уже не догнать. Ювентус победил. Да, Ювентус победил Карпи. И, скорее всего, уже, по сути, стал чемпионом. Ну, вот зато Луисов проиграл. Это хотя бы какое-то нам утешение. Так, Наполе победил. Фиорентина тоже, к сожалению, победила. Фиорентина не упускает возможности нас по-прежнему догнать. Ну, а Ювентус уже 100% стал чемпионом. С чем я, конечно, его поздравляю. Тем более, вы знаете, я болею за Ювентус на самом деле. Вот. Мой любимый итальянский клуб. Поэтому поздравляю, естественно, их. Ну, а у нас теперь Лига Европы и полуфинал. Сент-Этьян, Милан. Да. Как-то так. Так, давайте засейдимся. Так, как там Лига Чемпионов закончились первые полуфиналы? Давайте посмотрим. Реал Бавария 0.2, Челси ПСЖ 0.3. Вот так вот. Интересно. Как-то довольно-таки просто ПСЖ прошелся. Можно сказать, катком по Челси. Неожиданно. Я, честно, думал, что и Бавария еще посопротивляется Реалу. Но нифига. Так, а что касаемо нашего матча. Ну да. Основным составом, естественно, играем. Ну, хотя сделаем здесь пару изменений. Миксес. Дешильо. И где этот у нас еще? Аббаты. Ага. В смысле Антонели. Вот он. Так, и здесь еще одно изменение. Маури с первых минут вместо Бонавентуры. Вот так. Теперь поехали. Ну что ж, первый был финал Лиги Европы. Сент-Этьен Милан. Сент-Этьеном я знаком хорошо. Я как раз-таки его побеждал в прошлой части. Кто помнит, я когда тренировал московское Динамо. Именно с Сент-Этьеном я встречался в финале Лиги Европы. И тогда я победил его со счетом 1-0. А кого я могу отметить в Сент-Этьене? Я здесь знаю только Димитара Бербатова. Их нападающего. Больше никого. Ким Лиги Европы. Ким Лиги Европы. Ким Лиги Европы. Ким Лиги Европы. Ну вот, еще раз говорю Кроме Димитара Бербатова я никого в составе не знаю Вот Ну команда Что-то на все время в этом сезоне попадаются в Еврокубках французские команды Сначала мы играли с Лилем Ой-ой-ой, вот неприятный сразу момент Разобрались Но лучше так, конечно, не чудить Да, в этом сезоне мы уже побеждали Лиль В Лиге Европы Потом у нас был еще Ой, господи, этот как его А, нет, потом у нас была испанская Малага Оля, господи, а кто наш следующим-то был? Из головы вылетело Капец Блин На ровном месте забыл А, Монако, господи, Монако Да-да-да-да-да, Монако Вот теперь еще Сент-Этьен получили Неприятно Разобрались Кажется Да, и вперед Перин Клерк Рисон Томас Ой-ой-ой, Мексесу пустил мяч Естественно, это будет угловой В чем плюс этого матча? В том, что мы первую групповодню на выезде Нам, конечно, нужно забить сегодня Вы с Адриана? И фоу Нет? Нет! Судья молчит Ничего себе Это явное было нарушение Почему судья молчит? Неинтересно Капец И что? Что, нарушение? Серьезно? Ну, я бы сказал Такой момент 50 на 50 И объятие Молодец Фонда Маури Ну, бей, Маури Что ж такое? Не получился у него удар Штефан Де Йонг Ошибается И все, наверное, в первом тайме Сколько добавил? Ничего не добавил Тогда надо свистеть Раз ничего не добавил Чего не свистишь? Свистнул Все Да, 0-0 Перерыв Сент-Этьен огрызается Сент-Этьен пытается Что-либо создать у наших ворот Но мы пока тоже смотримся неплохо Но, конечно, не совсем хорошо Окей, второй тайм Поехали Что, Фонда Йонг И фол Опять Маури Маури Суарес Удар Ну Опять на крыле Да ёлки-палки, а Последний момент Суарес Ой-ой-ой-ой Луис-Луис Ну почти Зачем? Что вы делаете? Блин Вот Суарес забрал Великолепный шанс Фонда Ну бей Опять на крыле Так, надо срочно делать замены У нас есть Блотели У нас есть Черчи Ну давайте их выпустим Аликс Ну до конца До конца бороться Не выключаться из борьбы Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой И Бербатов забивает Вот конец Пиздец нахуй Вот так конец, а Вот правильно говорят Не забиваешь ты Забивают тебе И в очередной раз Это подтвердилось Поймали нас на контратаке Поймал нас Бербатов И 1-0 Еще судья купленный Пидарас опять Нихуя не свистит Когда нарушение Ой Ну был отели до конца Все Пизда Ну Пиздец Весь мать Что-то бурили Бурили их ворот Нихуя не получилось Под конец Сами получили И вот вам результат Все Ну конечно Это еще не все Впереди ответная игра В Милане Но Теперь у Сан-Тетьяна Очень большое преимущество Конечно Нам нужно Забить хотя бы один Тогда мы хотя бы Переведем игру Овертайм Ну и не пропустить Естественно Так А Ювентус Победил Реймс 0-3 Ну скорее всего Туринца уже в финале Так Отчет за этот месяц Угу Понятно Команда месяца Объятие Дышилью Это емко Лысо Дряна В нее попали Это приятно Так Идем дальше Так Май Угу Хорошо Ну хорошо На этом я закончу Эту серию Пожалуй Конечно обидно То что мы проиграли Сан-Тетьяну Но это была только Первая игра У нас будет ответная У нас уже в Милане К ней мы постараемся Сыграть Дома мы естественно Постараемся выиграть Один гол Мы уже Переведем в игру В овертайм Два гола И Уже будем По сути В финале Но главное Свои еще не пропустить Естественно Ну а на народ Ставим палец вверх Подписываемся на канал Оставляй мнение в комментариях С вами был Никитос И всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok